Хату, как говорится, нужно обмыть. А вот и то, чем мы будем обмывать. Сижу, снимаю мукпанг. Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас сет, который называется Филадельфия. Обычная классическая Филадельфия, запеченная Филадельфия, или как правильно она называется. И, в общем, такие в темпури. Я, по идее, вообще сегодня не собиралась роллы снимать, но просто я посидела и сама себе подумала, вот какое видео я бы хотела заснять. Пораскинула мозгами, я думаю, надо хату как-то обмыть, хотя бы с вами, правильно? Пока что, к сожалению, с подружками или там еще с кем-то, я это все обмыть дело не могу, потому что у меня нет ключей. Поэтому пока только с вами. Очень прошу вас, кому не лень, кто смотрел предыдущие видео про квартиру и это. Те моменты, которые у вас остались под вопросом, обязательно задавайте вопросы свои в комментариях. А то у меня такое ощущение, что я говорю про одно и то же. В общем, то, что я не сказала, то, что вам интересно, как, что, почем, пишите в комментариях. Все буду читать и обязательно отвечать на те вопросы, на которые я не ответила. Вчера с вечера смотрела на ютубе обучающие ролики и там наткнулась на пару, которая просто построила дом. Прикиньте, дом целый. Сами. Без чьей-либо помощи. Просто смотрела видеоролики в ютубе и все это делали. А мы... Ой. Давно у меня роллы не разваливались. Ну да ладно. Мы в этой квартире в которой сейчас мы живем. Полсуммы квартиры ушло на ремонт. Здесь очень сложные потолки. Обои клеил профессионал, который все это делал просто без стыков, нигде ничего не видно. В общем, сделал все офигенно. по высшему классу. Но и обошлось это в копеечку. Я решила... Мама, правда, не верит в меня, так скажем. Я решила, что ремонт в своей квартире я буду делать сама. Отклею обои на кухне. Но я вам там покажу уже на месте. покрашу стены на кухне. посмотрела в интернете. У нас есть сайт такой же, как и у вас Авито. Там, короче, старая мебель и все такое. И у нас просто нет смысла заходить на такие сайты просто потому, что там 100 миллион объявлений одного и того же человека, который просто занимается производством мебели. И тебе просто столько там крутить надо, столько там надо искать действительно БУ. И как бы сайт вообще не обращает внимания на эти моменты. Хотя, мне кажется, это очень важно. И, например, я человек, который один раз туда зашел, я думаю, нет смысла заходить на этот сайт еще раз. Там у них есть еще и аппликейшн. В общем, очень неудобно. Прикиньте, какой вариант вы не смотрите. Смотрите на цену, заходите, оказывается, что это новый. Если я хочу купить БУ, значит, у меня небольшой бюджет и я не ищу новые вещи, раз я зашла на этот сайт. Короче, замкнутый круг какой-то. Решила просто сегодня здесь по мебельному пройтись. Думаю, нафига, ничего страшного, куплю новое все. просто хочу белую кровать. Тут в этот раз какая-то Филадельфия не очень все разваливается. Хочу белую кровать, белый шкаф, небольшой комод. В квартире нету ничего. Есть только один старый диван, который я, если честно, хотела бы, чтобы хозяин квартиры увез с собой, но он сказал, что этот диван ему не нужен. просто спускать этот диван с 18 этажа, это тоже проблематично, хотя там есть грузовой лифт, есть обычный, я не уверена, что в грузовом лифте этот диван поместится. В общем, есть много моментов, нужно помыть окна, помыть полы, много всяких моментов. Я хочу все это показывать вам, начиная с ремонта, заканчивая там установкой кухни. С соседями, естественно, я не знакома, узнакомиться не собираюсь. Почему мужчина продавал квартиру? У него сын живет в Лондоне. Я так поняла, что он собирается в Лондоне покупать себе недвижимость, сын. Поэтому этот мужчина, он продает и эту свою однокомнатную квартиру, еще продает трехкомнатную квартиру. Мне риелтор такой говорит, если вы хотите, вы можете купить еще квартиру этого мужчины. Сказал адрес, и говорит, трехкомнатная квартира. Я так посмотрела на риелтора и думаю, блин, откуда у меня такие деньги? Ты видишь меня вообще? Видишь мой внешний вид? Откуда такие бабки, дорогой? Внутри здесь рыбка. Обалденно. Получается, квартиру я купила наличную. еще и застраховала квартиру. Хотя это было по желанию. Можно было застраховывать, можно было нет. Просто при покупке мне сказали, что есть такая услуга. Я подумала, почему нет? Давайте застрахуем. застрахуем. Сказал страхуй. Хуй. Заплатила денежку за это тоже. Но самое главное, квартира, она у меня не в ипотеке, не в кредите. Она не залог. в банке я взяла небольшую сумму в кредит. Где-то 7% от всей стоимости квартиры. Эту сумму мне поделили, как бы получается, на 12 месяцев. и с моей карточки, зарплатной карточки, автоматически будет вычитываться эта сумма. Как только садится мне зарплата. Например, в конце месяца сразу вычитывается эта сумма. И даже, я думаю, я сильно как бы это ощущать не буду. То есть, мне не надо будет идти в банк, там что-то. Просто сразу с карточки вычитывают, и это очень удобно. Ежемесячная выплата у меня 742 моната. Это получается ну сколько? Тысяч, наверное, 30 в течение года, и все. Я закрываю. Но я думаю, что я быстрее закончу с этим кредитом. Максимум, максимум полгода, и я закрою его. Но проблема в том, что мне надо еще и в квартире там делать ремонт. Именно поэтому я решила много чего делать самой, чтобы не переплачивать мастерам. Я нашла в одном магазине жидкие обои. Это такая штука, как грунт. Ты просто намазываешь, так скажем, шпателем эту штуку на свои стены, потом высыхает, поверхность становится матовой, и как обои, плюс без швов. Хочу вообще кухню сделать такую светлую, светло-серые стены хочу сделать. Вот, и мебель тоже светлую. К сожалению, в гостиной я ничего менять не могу, так как там обои в очень хорошем состоянии, потолок в нормальном состоянии. Единственное, там люстра вот так вот висит, чуть ли не до пола. Ее просто прикрутить надо. и такие какие-то мелочи. Где-то бутылки валяются, где-то еще что-то. Единственный минус, который я могу отметить, это то, что у меня нету какого-то крутого обзора. К сожалению. То есть, квартира смотрит во двор, а одно окно смотрит на соседей. То есть, это здание находится не очень близко к моему зданию, но просто и обзора тоже у меня нету. Получается, это здание закрывает мне обзор. Как вы можете закрывать мне обзор? Поэтому обязательно нужно помыть окна, купить занавески. К rainsную asked встречу! seals pred meu выlaşтым, что-то Tib necessarily 的ная anche сейчас Hodgさん, ваnt't. К alimentos что-то, что-то вкусное. я уже ночью переспала с этой мыслью сегодня я уже не настолько эмоционально на все это реагирую как получим ключи сразу я поеду сниму вам хаус тур обязательно покажу каждый уголочек до уборки мне просто еще эти кадры нужны для того чтобы я хочу до потом после и подробно рассказывать про ремонт снять такое видео хотелось сказать огромное спасибо всем тем кто искренне меня поздравлял а я заметила что 99 просто сообщений все были от чистого сердца прям видно что люди радуются за меня и это очень-очень приятно спасибо огромное я все читаю я все вижу для меня это очень ценно и это мотивирует меня еще больше работать снимать больше контента также обязательно возможно в этих двух видео я какие-то моменты вам не рассказала если остались какие-то такие вопросы у вас обязательно задавайте в комментариях а на этом все я обожралась всех люблю целую пока